Ребята, всем привет! Подписчица моего канала Анна Исайкина задала мне вопрос в Яндекс.Дзене. Вопрос следующий. Не знаю, как найти ID в Одноклассниках на Android. Сейчас покажу вам, где находится ID в мобильной версии Одноклассников, а в конце видео покажу, где найти ID в компьютерной версии. Итак, сейчас вы находитесь в приложении Одноклассники в своем смартфоне на базе Android. Здесь вам нужно нажать на вот эти вот три горизонтальные полоски, которые расположены в левом верхнем углу. Жмем на них. На следующей странице вам нужно нажать на имя вашего профиля. В моем случае это обзорочка ТВ. Теперь здесь у вас будет два варианта найти ваш ID. Первый вариант это нажать кнопку поделиться. Она расположена вот почти в правом верхнем углу. Вот такой человечек с завернутой стрелкой. Вот на этого человечка вам нужно нажать. Дальше снизу выползет вот такое вот меню, где есть несколько вариантов поделиться профилем. Либо скопировать ссылку, либо отправить в WhatsApp ссылку, либо в Telegram, Viber и в другие приложения. Я лично буду использовать копировать ссылку. Я нажимаю на вот этот вот текст. Соответственно ссылка автоматически копируется. После копирования я вставляю этот текст в текстовый документ в моем смартфоне. Все то же самое будет и в WhatsApp, и в Viber и так далее. Где вам удобно, туда и вставляйте. Я вставил в текстовый документ. И вот смотрите. Здесь у вас будет следующая ссылка. HTTPS, OKRU, профиль. И дальше после слова профиль, вот он будет ваш ID. Давайте еще раз посмотрим. После слова профиль, вот будет стоять вот такой вот слэш. Вот здесь он, допустим, будет расположен. И после слэша, после вот этой вот палочки, цифры следующие, которые будут. Вот это вот ваш ID. Что такое ID? ID это уникальный номер вашей страницы, вашего профиля на Одноклассниках. Следующий вариант найти ваш ID. Возвращаемся на главную страницу, где ваш профиль. И вот здесь вот будет кнопка, которая называется настройки с изображением шестеренки. Обратите внимание, она будет находиться возле кнопки еще и возле имени вашего профиля. Вот жмем на кнопку настройки. Откроется следующая страница с настройками вашего профиля. И здесь вам нужно опуститься в самый низ на этой странице. И самый последний пункт будет называться ID вашего профиля. Вот оно. Тут жмем на вот этот вот значок. Вот оно. Когда вы на него нажмете, ID вашего профиля автоматически скопируется. Вы можете его вставить туда, куда вам нужно. Либо просто возьмите и перепишите вот эти вот цифры. Это и есть ID вашего профиля. А теперь давайте посмотрим, где же найти ID в компьютерной версии Одноклассников. Итак, я сейчас нахожусь в своем профиле на главной странице. И теперь, друзья, обратите внимание на вот эту вот ссылку в вашем браузере. Вот она она. И там, где цифры после слова профиль. Вот они цифры. Вот это вот ваш ID. Берем, копируем эти циферки и вставляем туда, куда вам нужно. Следующий вариант. Можно нажать кнопку поделиться профилем. Вот она она. Жмем на нее. Открывается меню. И здесь все то же самое, как и в мобильной версии. Вы можете копировать ссылку, поделиться в ВКонтакте, отправить в WhatsApp, отправить в Telegram. Я опять же выберу копировать ссылку, жму. Вот появилось сообщение, ссылка скопирована. Открыл текстовый документ в своем компьютере. Обратите внимание. Здесь, видите, добавился еще английский текст. Вот он в этой части. Но он вам не нужен. Вы копируете только вот эти вот цифры, которые идут после слова профиль и до вопросительного знака. И еще один вариант. Значит, жмем на кнопку настройки. Вот она, с шестеренкой. Откроется страница с вашими настройками профиля. И опять же, в самом низу вы увидите ID вашего профиля. Берем и копируем вот эти вот цифры. Ребята, надеюсь, вы разобрались, где найти ваш ID. Теперь у вас проблем не возникнет. У меня канал по компьютерной тематике. Если какие-то у вас вопросы возникают, обязательно их задавайте. Не стесняйтесь. Если не знаете, где скачать прошивку, как прошить устройство. Компьютер, допустим, как-то подозрительно работает. Тормозит. Либо вот пищит. Вот как у подписчика. Компьютер пищал 4 раза. И 10 раз. И не включался. Он мне написал в социальную сеть ВКонтакте. Мы вместе с ним разобрались и решили проблему дистанционно, удаленно. Тем самым он сэкономил деньги, не отвозил свой компьютер никуда в сервис. И свое время. Поэтому у вас есть прекрасная возможность ко мне обратиться. Я вам удаленно постараюсь помочь, так как имею определенные знания в этой теме. А также я хотел бы вас попросить подписаться в группы ВКонтакте, где вы сможете забронировать жилье на море без посредников. В Крыму и в Краснодарском крае. Ссылки я оставлю в описании под этим видеороликом. Объявление размещают только владельцы жилья. Агентов недвижимости, посредников, мошенников в группе нет. Здесь только владельцы жилья. А на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.